Дорогие друзья, здравствуйте! Это Шенов Максим и это Школа Исцеления. И я верю, что Бог сегодня будет делать удивительные вещи, исцеления, избавления в жизни вашей, в жизни нашей. Я благодарен Господу за Его Слово, я благодарен Богу за Его присутствие, что Он ведет нас в этом учении. И это Его воля благословляет нас. Это Его воля сделать из больных здоровых. Это Его воля сделать людей, которые сегодня боятся уверенными, наполненными Божьим миром, исцеленными, крепкими, здоровыми. Это Его воля, благая, угодная и совершенная. Эта Школа Исцеления идет не в прямом эфире сейчас, мы идем в записи, но уже совсем скоро мы снова с вами встретимся. И просто нам необходимо было взять время для отдыха, небольшой перерыв для того, чтобы восстановиться, наполниться силой, новым откровением от Господа и продолжать это служение так, как Бог это хотел видеть. На прошлом служении, на Школе Исцеления мы говорили с вами о том, что очень важно осознавать, кто мы такие во Христе Иисусе, где мы сейчас находимся и что с этим делать. Давайте мы помолимся о том, чтобы дух премудрости и откровения сегодня просветил глаза нашего сердца. Чтобы то, что было неясно, непонятно, стало доступным, простым, понятным. Чтобы мы изменились в нашем мышлении, в нашем сердечном отношении. Чтобы мы ввели себя соответственно того звания, которое нам открывается через Писание. Кто мы такие во Христе Иисусе? Потому что если мы думаем, что мы просто бедные грешники, и скорее всего тогда и наше отношение ко всему, что с нами происходит, будет именно таким отношением бедного грешника. Но оказывается, на протяжении этих служений Школы Исцеления мы увидели с вами, что Бог во Христе Иисусе обеспечил для нас настолько высокое положение по своей благодати. Он посадил нас с Иисусом Христом на троне. Мы – царственное священство. Бог сделал нас кем-то. Мы были одни, стали другие. Благодаря жертве Иисуса Христа и пролитой Его драгоценной крови, Бог выкупил нас из царства тьмы, из всего того ада и кошмара, и проклятий, и болезней, и бедности, и немощи, которые дьявол с удовольствием желал бы наполнить нашу жизнь. Бог перевел нас в царство своего возлюбленного Сына. И мы знаем сегодня, что во Христе Иисусе мы возлюбленные Божьи. Он любит нас. И Его любовь настолько высока, что Он берет нас оттуда, из этих переулков, и помещает так высоко на троне, вместе со Христом, вместе с Иисусом. Это удивительное, удивительное Божье действие, которое необходимо принять верой. Библия говорит, что без веры Богу угодить невозможно. Ему не угождает наше ложное, лживое смирение, когда мы говорим о себе в уничижительном роде. Мы бедные грешники. Мы никто из ниоткуда. Мы просто пепел и прах. Мы просто ничто из себя не представляем. Но Ты, Боже, велик. Вы знаете, я не думаю, что такому совершенному, величественному Богу доставлять удовольствие слушать вот все это. Тем более, что мы узнали с вами, что во Христе Иисусе Он сделал нас царями. Он сделал нас священниками. И, конечно, чтобы увидеть это, чтобы увидеть вот такую Божью славу, необходимо действие откровения. Дух истины должен прийти. А мы должны его принять. И те истины, которые нам сегодня будет доносить Божье Слово и Его Дух, премудрость и откровение, необходимо принимать в веры и говорить «Да» и «Аминь». Вот это так. Если так говорит Божье Слово обо мне, то я именно то, что о мне говорит Божье Слово. Аминь. Помолимся. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за Твое драгоценное помазание. Действие Святого Духа. Я благодарю Тебя за то, что сегодня слова Священного Писания оживут для нас. И все станет на свои Богом определенные места в нашей жизни. Что в наш разум, подчас, очень часто смущенный, наполненный непонятно чем, придет твой порядок. И мы будем думать как праведники. Мы будем мыслить как Божьи. Мы будем смелыми, герзновенными, укорененными, утвержденными, непоколебимыми. Мы будем наполнены верой Божьей во имя Иисуса. Мы познаем сегодня, что Господь наш Целитель. И Его исцеляющие силы потечет в наши тела без препятствий. И восставит нас, и исцелит нас, наставит нас. Много мест в Священном Писании говорят об этом. Что Бог восставит, Бог исцелит, Бог наполнит. Аминь. Это желание нашего Небесного Отца. И поскольку мы в Иисусе Христе, мы возлюбленные Божьи дети, сыновья и дочери. И мы принимаем сегодня обилие этой благодати в каждом из Твоих драгоценных простых слов, которые сегодня Дух Святой доносит до нашего понимания. О том, кто мы такие. Мы будем говорить на это Аминь. Где мы? Мы будем говорить на это Аминь. И что с этим делать? Мы будем научены. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Итак, мы провели две школы исцеления не в прямом эфире, а в записи. И мы учились с вами о власти верующего человека. Что оказывается, нам, как верующим людям, дана власть. Мы посажены в Иисусе Христе на небесах. Не под болезнями, а выше болезней. Мы посажены в Иисусе Христе. Не под вирусом, но над вирусом. Ковид-19, сколько бы их там не было, этих ковидов, мы выше этого. Это наше положение в Иисусе Христе. Сейчас я бы хотел, чтобы мы открыли с вами книгу, книгу Откровения. Откровение Иоанна Богослова, чтобы мы открыли с вами 5 главу и прочитали бы 9 и 10 стихи. И поют новую песню. Это сильно. Однажды запеть другую песню. Не старую. Не песнь, когда все плохо, плохо, плохо. И будет ужасно. И еще страшнее. И все мы умрем. Песню новую песню. Кому-то из нас там надо сказать прямо сейчас. С сегодняшнего дня я пою новую песню. Я пою новую песню. Песню силы. Песню жизни. Песню искупления. Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею, искупил нас, Богу, из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками, Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. Мы будем царствовать на земле. Песнь искупленных. Песнь искупления. Я куплен кровью Христовой. Искуплен от проклятой жизни. Мне дана благодать. Я искуплен кровью Иисуса. И здесь есть очень важное слово. Бог, Иисус, соделал нас царями и священниками. В наш религиозный разум подчас не помещается эта фраза «цари». Оказывается, Писание говорит, что во Христе Иисусе, воцарив Иисуса на троне, Бог что-то сделал с нами. Он соделал нас. И кому-то сейчас нужно сказать вместе со мной «Бог соделал меня царем». Иногда аж прям смущает это нас, говорить такие слова. Но не привыкли мы так разговаривать. Не привыкли мы так думать. Кажется, что это религиозная гордость или самомнение завышенное какое-то. Но знаете, что мы должны приучить себя. Если что-то Библия говорит, то это «да» и «аминь». И неважно, кто, как мы чувствуем себя, услышав это. Насколько это сильно смущает нас. Если Библия об этом говорит, и я говорю «да», я говорю «аминь». Бог соделал меня царем и священником там, на небесах, в Иисусе Христе. Вы, верующие в Иисуса, были сделаны царем и священником Богу нашему. И вы будете царствовать на земле. Невозможно царствовать на земле, если даже вы, уверовав в Иисуса Христа, имеете мышление раба. Вы уподобляетесь тому человеку, Мемфиевосфею, о котором мы говорили в прошлом служении. Он царь по крови. Он наследник по завету. Но живет в Лады-Варе, в пустынном месте, наполнен страхами, боится умереть, поврежденными ногами. И когда его ставят перед Давидом, его находят, он говорит «я мертвый пес». Конечно, возможно, сегодня вы не говорите, что вы мертвый пес. Но как вы говорите, или как вы себя сегодня позиционируете, как вы себя сегодня оцениваете, даже если напрямую не выражается словами «я мертвый пес», все равно это не то, что Бог говорит о вас. Люди привыкли думать о себе, верующие люди, что с нами может происходить все, что угодно, и мы должны покоряться всему, чему угодно. Мы не привыкли жить жизнью, в которой мы сопротивляемся каким-то неправедным вещам, мы противостоим им, мы запрещаем это. Кажется, такое поведение безумное, сумасшедшее, непонятное, вообще странное. Что мы просто будем кроткие, мы просто будем смиренные. Пришел рак – воля Божья. Пришел коронавирус – воля Божья, что поделаешь. Умирает кто-то из родных и близких, что воля, что неволя, все одно. И вот такое положение, отношение верующих людей, мы думаем, что Богу оно угождает. Мы называем это смирением, это лживое смирение. Мы называем это кротким отношением, это лживая кротость, не Божья. В Пятикнижии Моисея написано, Моисей был кратчайшим человеком, самым кротким человеком на земле. Услышьте меня сейчас. Хотите узнать, кто написал Пятикнижии Моисея? Кто таким образом описал Моисей, кратчайший из всех людей на земле, автор этой книг – Моисей? Вот это и есть кротость. Вот это и есть кротость – назвать себя и думать о себе и действовать самому так, как о тебе говорит Бог. И если Бог говорит о тебе через свое слово «ты царь», для нас не остается больше никакого другого варианта «я царь». Если Бог называет и говорит тебя «ты священник», то кротким отношением будет сказать «да» и «аминь», я царь и я священник Богу моему. Меня таким сделал Бог. Мимфивосфей был царственной крови. Мимфивосфей мог претендовать на все в доме Давида из-за крови Завета, заключенного между Иоаннафаном и Давидом. Жил как мертвый пес. И, к сожалению, сегодня огромное количество людей, огромное, большое количество верующих людей из-за крови Христовой являются искупленными Божьими детьми. Из-за крови Иисуса являются царями и священниками, а живут как мертвый пес. И позволяют страхом, демоническим духом проклинать и красть и обворовывать их жизнь. Почему? Внутри где-то, в своем понимании где-то, они как мертвый пес. Так не должно быть. Так не должно быть. И Бог помазал наше служение. Изменить эту ситуацию. Итак, я хочу, чтобы сейчас мы все обратили внимание на этот глагол. И соделал нас царями и священниками. Бог соделал нас. Скажите со мной. Повторите сейчас. Бог соделал меня. Глагол соделал стоит в прошедшем времени. Это то, что уже было сделано. Это то, что произошло. И мы сейчас должны на немного отключиться здесь. Мы должны перезарядить наши фотоаппараты для того, чтобы продолжить наше служение. Вы можете слышать сейчас мой голос. Возможно, вы не увидите моего изображения на короткое мгновение. Но мы не останавливаемся. И я хочу, чтобы мы продолжали держать свое сердце открытым и свой разум открытым. На это очень важное слово. Бог соделал нас царями и священниками. Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. На небесах. О вас уже было что-то сказано. На небесах Бог в Иисусе Христе уже сделал вас царями и священниками. Слово соделал, оно встречается также в послании к римлянам и употребляется в отношении Авраама. И я хочу, чтобы мы сейчас обратили на это внимание в следующем отрывке. Давайте мы откроем с вами послание к римлянам. 4 глава 18 стих. Речь идет об Аврааме. Здесь говорится, он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался. Через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. Я хотел бы, чтобы мы сейчас были очень внимательны к этой фразе, поскольку здесь есть секрет. И если мы поймем то, как это произошло, мы сможем это применить в нашей жизни. Если мы поймем то, о чем здесь говорит Писание, что за процесс здесь описывается, мы поймем, как это применить в нашу собственную пользу. Для того, чтобы Божье Слово, которое мы сегодня слышим, принесло нам пользу. Библия говорит, без веры Богу угодить невозможно. Нам необходимо во все эти отрывки, которые мы с вами прочитали и которые говорят о нас, поверить. Мы должны принять это верой. И так об Аврааме говорится. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов. Сделался отцом. Авраам сделался отцом. Был одним, был бесплодным, был старым, был буквально сухим деревом, а сделался отцом множества народов. Был одним, стал другим, был плохим, стал хорошим, образно говорим. Был в одном состоянии. Мертвое, полуживое, старое, ни на что не способное. И вдруг, отец множества народов. Вопрос. Как? Потому что, возможно, сегодня и ваша жизнь представляет из себя именно это. Полумертвое, полуживое, болезненное, сухое, разбитое, подавленное, наполненное страхом. Не жизнь, а непонятно что. А желаю, чтобы было наполненное, исцеленное, здоровое, радостное, сильное, торжествующее. Я хочу, чтобы это произошло в моей жизни. Пастор Максим, как? Как? Я хочу, чтобы вы увидели это очень важное слово из Священного Писания. По сказанному, по сказанному, так многочисленное будет семя твое, о чем это говорит. Бог уже сказал об Аврааме. Бог уже сделал это там, на небе. На небесах уже было решено. Но Авраам будет отцом множества народов. На небесах уже это сделано. Он его уже сделал таким. Там, на небе, было решено. И когда было решено, было сказано. А когда было сказано, было сделано. Там, на небе, Авраам уже был отцом множества народов. Здесь, на земле, он пока еще столетний старик. Здесь, на земле, он уже ни на что не способен. Здесь, на земле, он одинок. Его жена старая, бесплодная. Здесь ничего не происходит. Так все страшно. И так отчаянно пусто. Не исполнилось. Не достигнуто. И вроде бы и жизнь прошла. И ничего не успел сделать. Но, оказывается, Бог на небесах уже что-то сделал. Услышьте меня сейчас. На небесах сделано. На небесах сделано. Там, на небесах, мы, вы и я, были уже сделаны царями и священниками. Это здесь, на земле, мы словно мемфи-восфей. Это здесь, на земле, мы наполнены страхами. И каждый раз, когда новый диагноз и новые результаты анализов, и аж живот сводит от страха. Это здесь, на земле, как будто оставленные, как будто забытые Богом. Это здесь, на земле, все эти ветры и все эти штормы и врываются в наши дома. И мы даже не можем никак воспрепятствовать. Это здесь, на земле, мы представляем из себя, словно мемфи-восфей, словно мертвый пес. Но, оказывается, там, на небе, Бог уже сделал нас царями. Он уже сделал нас царями и священниками. На что указывает или что напоминает нам подобного рода положение вещей? Это напоминает нам молитву Иисуса, который Он учил своих учеников. «Молитесь же так, чтобы воля Божья, воля Твоя на земле была, как на небе». Это значит, что Божье желание того, что Он сделал на небе, осуществилось здесь, на земле. И это также знает, что многие хорошие Божьи вещи, которые Он сделал на небесах, на земле, не исполнятся. Из-за чего? Из-за людей. Из-за людей, которым Бог простирается. Из-за людей, которых Бог учит и стучится к ним. А они это не принимают, не верят и не слышат. Авраам был сухим деревом, безжизненным и бесплодным. Ему было сто лет. Жизнь прошла. И нет наследника. Чего-то не достигли, чего-то не успели, что-то не сделали, а жизнь прошла. А оказывается, на небесах Бог уже что-то сделал. Он уже сделал Авраама отцом множества народов. Ни одного сына, множество народов. На небесах Авраам уже был сделан. Но от Авраама теперь требуется. Бог-то сделал на небесах. Но вот сделаемся ли мы на земле, уже зависит от нас. Там на небесах мы уже цари и священники. Бог так сказал. И Иисус так сделал, соделал нас царями и священниками. Я на небесах царь. Я на небесах священник. Вы на небесах царь. Вы на небесах священник. Царственное положение. Власти, силы, торжества, победы. Вы предназначены царствовать на земле. На небе уже решено. А как же Аврааму удалось, чтобы то, что было на небе, произошло здесь, на земле? И Библия говорит как. Он сверх надежды поверил с надеждой через что? Или другими словами, вот как. Вот как то, что было на небе, осуществилось на земле. Он сверх надежды поверил с надеждой через что? Что сделался отцом многих народов по сказанному? А что сказано о нас? Каким образом мы можем применить это к себе? Каким образом это может применить к себе человек, которому диагностировали рак? Как это может применить к себе вдова, которая потеряла, возможно, единственного кормильца? Как? Как выжить с этой пенсии? Как прожить с такой зарплатой? Как избавиться от этого рака? Как жить дальше, когда есть какие-то проблемы, и ты не знаешь? И читая небесные слова, Боже мой, он соделал нас с царями. Оказывается, вот как. Я должен в это поверить. Я должен это принять. И начинается все с простой молитвы. Дорогой Господь. Если ты соделал меня царем на небесах в Иисусе, я говорю, да. Да будет мне по слову Твоему. И делать это каждый день, делать это каждое утро. Говорить это. Если такой путь, если Авраам стал благодаря такому отношению, я тоже выбираю такое отношение. Если я царь и священник, значит, рак, уйди во имя Иисуса. Если я царь и священник, значит, пневмония, убирайся прочь во имя Иисуса. Если я царь и священник, значит, значит, вирус, убирайся прочь во имя Иисуса. Я царствую над Тобой. Ты не царствуешь над моим телом рак. Ты не царствуешь над моей кровью лейкемия. Ты не царствуешь надо мной. Я царствую над Тобой. Так написано. Так написано. Это то, как я получил исцеление от рака. Это то, как я получил исцеление от того ужасного, разъедающего мою душу страха и шестимесячной бессонницы. Вот так. Я научился этому от Авраама. Я взял эти слова у Иисуса. Это Он сказал. Хочу, чтобы там, где я и Максим был со мною. И Бог сделал это там, на небе. А теперь то, что на небе, должно воплотиться здесь через мою веру. И если Авраам, столетний старик, смог получить сына, благодаря такому отношению, и сделался отцом множества народов, то здесь, на земле, я буду царствовать, сделавшись царем. Поверь. И вы сможете это сделать. Нет в этом ничего сложного абсолютно. Поверь в слова. Говоря так. Думая о себе так. И действуя так, как говорит нам Его Слово. И если Слово говорит, даю вам власть наступать на змеи и скорпионов, то сегодня, вот с этой властью я наступаю на тебя, змея. Вирус. Я наступаю на тебя, скорпион. Пневмония. Я наступаю на тебя, сила вражья. Рак. Онкология. Ликемия. Я наступаю во имя моего Господа Иисуса Христа. И кто-то, кто слушает нас сейчас там, получает избавление. И легкие начинают дышать в полной мере. И дыхание становится свободным. И эта горячка уходит прямо сейчас во имя Иисуса Христа. И за силой сказанного Божьего Слова, растворенной нашей верой во имя Иисуса Христа. Ты поражен ковид-19. Ты поражена пневмония. Ты поражен рак во имя Иисуса. Ты поражена язва. Подчиняйся. Уходи во имя Иисуса Христа. И я благодарю тебя, как священник, Господь Бог, за твой мир, который приходит, как река. Как пламя огня. Пламя Божьей любви, который захватывает наши души, наполняет наши сердца. И так хорошо. И так свободно. И так хочется жить. Вот такой жизнью, предписанной нам Богом, жизнью царственного священства, победоносного верующего. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие мои, Бог да благословит всех вас. Уже скоро увидимся с вами в прямом эфире. Пишите нам свои свидетельства. Расскажите нам о своих чудесах. Я верю их много. Во имя Иисуса Христа. Подписывайтесь на наш канал. Копируйте ссылки этого видео. И рассылайте своим друзьям. И пусть Божие царство распространится до края земли. Во имя Иисуса Христа. Будьте благословены. Во имя Иисуса. Будьте благословены.